Здравствуйте, мои дорогие зрители канала YouTube, Планета YouTube, с вами Жанна из Германии. Вот я вернулась из солнечного Египта, здесь солнца нету, включила искусственное освещение, не без сути, возможно, у меня лицо блестит и что-то там не так. Ну, в общем, как-то вот так вот, солнца не будет в Германии до марта месяца. Здесь началась осень, которая перейдет в зиму, но осень и зима практически друг от друга не отличаются. Солнца нет, моросящий дождик, зеленая трава. Ну, цветут до сих пор еще цветы. У меня цветут георгины, можете посмотреть. Это цветы с моего огорода, сада-огорода, садика. Там вот еще бамбук тоже растет и, значит, гладиолусы. Я посадила их поздно, поэтому они у меня еще поздно цветут. Я всегда так пытаюсь посадить цветы в разное время года. Ничего страшного, в Германии это нормально, и они будут свистеть. В общем, рассказываю о своих покупочках, которые я совершила после приезда в Германию. Была отличная погода, плюс 20-25, и я съездила в Дорманд. Накупила много интересных вещей, косметических средств в Тек и Макс, в Карштадт и в галерее. Там есть галерея, Трия, по-моему, называется галерея, со всевозможными фирмами на 4-5 этажах. А сейчас приступим к украшениям, которые я купила. Купила я, значит, украшения вот такой интересной фирмы. Видите название? Ссылку сделаю вот здесь и внизу на эту фирму. Эта фирма, значит, делает вот такие интересные украшения. Вот браслетик. Вот такой интересный браслетик из латуни. Это стекло. Все сделано hate made. Такое интересное кольцо. Ну, на этих я не буду акцентировать внимание. Такие просто веселенькие колечки. 50 центов стоят. Такие вот веселенькие. Это тоже 50 центов стоит. Но мне нравится то, что это стеклянное кольцо с золотыми вкраплениями. Оно смотрится очень оригинально и подходит вот к этому браслету. Вот, посмотрите. Я думаю, что оно очень подходит. Как раз тут и золотые вкрапления. И здесь вот золотой цвет. В общем, вот так вот. Почему я купила эти украшения? Потому что они понравились своей оригинальностью. В общем-то, они стоят недешево. Вот, посмотрите, цены. 44 евро стоил браслет. 31 евро стоило кольцо. Я считаю, что это, конечно, чрезмерно высокие цены для латуни. Но это считается как бы дизайнерские украшения. Делают дизайнеры. Дизайнеры, африканцы из Кении. Трудятся на этой фирме, значит, 60 человек. Сайт я приведу внизу и вот здесь вот сбоку. Эти украшения у них еще заказывают знаменитые фирмы. Луи Виттон, Эсос и Том Хифленга, и Топшоп. В общем, обращаются к ним и заказывают их неинтересные украшения. И украшения интересные. Вот это я уже скомбинировала. Можно и по-другому сделать. Можно и по-одиночке. В общем-то, мне как-то больше нравится комбинировать. Почему бы и нет. Вот так вот. Сделаем вот так вот. Да, вот это украшение я купила тоже. Стоит 5 евро. Стоила она что-то какие-то большие слишком деньги. 20 евро за бусины. Я считаю, стекла это дорого. 5 евро самое то. Купила я в Дугласе, расскажу о покупках в Дугласе. Так что вот. Рассказываю про эту фирму. Это латунь. Чистится она легко. Лимонным соком. Тряпочкой. Вот это кольцо. Я просто натерла тряпочкой, которую можно купить в ювелирных магазинах. Можно даже и не покупать тряпочку в ювелирных магазинах. Можно тереть это украшение из латуни. Тряпка из льна. Такого грубого волокна. И хорошо отполировывается. Так что вот такие интересные украшения есть на сайте модель. Интересный сайт. У них блог есть. Интересные фотографии. В общем-то, довольно-таки интересные украшения в этническом стиле. Одно украшение я не поняла. Я думаю, а потом приду, да прикуплю и переделаю подожрелье. Но пришла и уже, конечно, за 5 евро его купили. Да, вот еще. Я уже рассказывала про этот ремень. Ремень в национальном стиле баварском. И вот прошел Октоберфест. И сейчас скидки на украшения. На украшения вот такие вот олени у меня в ушах. Это вот бретцель. Это типа крендель. Баварский крендель. Национальная еда. В общем, такой солененький крендель. Так что сейчас скидки на украшения от Октоберфест. И на платье от Октоберфест. Значит, была я в Дортмундептеке Макс. И накупила очень много интересных средств косметических. Для волос, для лица. Расскажу о них. Потрясающие средства. Я прям удивилась. По таким смешным ценам. Такие потрясающие вещи продаются в Текомакс. Так что вот так вот про украшения рассказала. Вот такие интересные африканцы делают украшения. Да, да, да. Так что про свой отпуск в Египте расскажу. Ссылку сделаю вот здесь. Кому интересно услышать про отпуск в Египте. Марсалам от Галиб. Про дайвинг. Про отель. Что-то можно посмотреть. Ссылочку сделаю. Нажмёте. И сразу перейдёте на видео о отеле. До свидания, мои дорогие. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Будет много чего интересного. Расскажу о интересных продуктах, которые никто не рассказывает на русском языке. Про эти продукты. Все Шанель да Диор. Шанель да Диор. Конечно, фантастически красивая упаковка у Диор. Но сами вы должны понимать, что Диор вкладывает огромные деньги, огромные деньги в рекламу. Реклама Двигатель Прогресса. Я сторонник всё-таки качества. И я не экономлю, в общем-то, на себе. Покупаю хорошие крема. И, в принципе, даже и не хорошие крема. Не в этом суть. А суть в том, что надо каждый день ухаживать за своей кожей. И, может, и крем за 20 рублей, и даже простое оливковое масло вам поможет больше Диоровского крема, который вы можете использовать один раз в неделю. Нужен ежедневный уход. В общем, отступление от темы. До свидания, мои дорогие. Со мной будет много чего интересного. Всем приветики из Германии. До свидания, мои дорогие. До свидания.